Привет, из Греции. Сегодня обзор отеля BOMO Olympic Cosmo. Это отель 3 звезды. Вы видите, что он городской, не пляжный. Вот что по улице. Отель продает музонитис, я думаю, в России и в Украине только он. Сейчас пойдем на ресепшн. Работать по системе все включено. Но я больше это назвала трехразовым питанием. Вечером можно посидеть. Ресепшн. Нет никаких перекусов. Есть только основные приемы пищи завтрак и ужин. И напитки в течение всего дня. Посмотрим сверху. Напитки в алкогольную концепцию входят пиво, вино красное, белое и узо. Это водка греческая. И соки порошковые, куколы, фанта спрайта и вода. Чай кофе. Смотрите, какой он красивенький. Отельчик. Все заросло виноградом в Вике. Небольшой бассейн лежит. Там зона ресторана можно кушать. Возле бассейна и внутри. Тут что по номерам. Нам дали номера на первом этаже. Сейчас май и, конечно, в них сыровато. Но они прикольные тем, что можно сразу выходить к ресторану из них. Номера точно такие, как на букинге. Ничего в них не отреновировали. Они старенькие, но все кристально чисто. Отель вообще все чисто, все мое. Это, конечно, радует. Добавили там две розетки. То есть в старых номерах обычно проблема. Негде зарядить все свои устройства. Две-три розетки. Нет, иногда даже бывает одна и та от телевизора или холодильника. Здесь есть от телевизора розетка. И еще три дополнительных сделаны розетки возле зеркала. Возле кровати розеток нет. Есть холодильник в номере. Вай-фай, во всяком случае, на первом этаже достает плохо в самом номере. На балконе отлично. Даже дети смотрят онлайн какие-то фильмы. Питание хорошее, не разнообразное такое. Но много мяса. На завтрак есть гречка для любителей ЗОЖ. Есть какие-то каши, овсянка всегда на завтрак есть. Сейчас быстренько покажу вам ресторан и пойдем к морю. Чтобы вы поняли, сколько до моря есть. Это бар, где можно брать напитки. И вон туда в ресторан. œur. И еще пряменько. Эксперин. Из отеля много входов и выходов, это удобно, из своего номера можно выйти сразу на улицу, по поводу места расположения. Дома я действительно здесь немножко идти. Пляж хороший, я не знаю, в мае он пустой, если в июле, в июне, то тут будет забито, вообще все халкидики будут забиты. От центра отель находится где-то в пяти минутах ходьбы, немножко пройти, сейчас покажу. И начинаются уже магазинчики, ресторанчики, вот если свернуть налево и пойти туда, там уже начинается инфраструктура. сам и отель для русских. Тут, ну, мало, маленький процент поляков и еще какие-то вот такие же, ну, может быть, Латвия, Литва, больше тут здесь русской речи, украинской речи. Так и сам поселок Ханьоти, в котором мы находимся, в котором находится отель, он тоже, здесь только русская речь. Если проехать дальше, тут, допустим, поселок Певкори называется, там вообще нету русских, ни украинцев, ни русских, там только итальянцы, немцы, там другая инфраструктура. Здесь же, ну, все для наших, естественно, нету таких баров, одни какие-то ресторанчики, сделанные для наших, это мы идем на море, сейчас покажу. Вот дорога на море. Две дискотеки здесь достраиваются, уже откроются скоро, прямо на пляже. Сет из лежака, двух лежаков и зонта стоит 5 евро, но в сезон будет стоить 6 евро. Я вам рекомендую отсюда брать экскурсии, если вы находитесь в Ханьете, это Халкидики, Кассандра. Если с Кассандры брать морскую экскурсию, смотря где вы ее возьмете, Музанидис предлагает за 45 евро, на улице в туристических бюро за 35 евро, и мы нашли, просто позвонили по номеру, узнать прокат катера, нам такую экскурсию за 25 евро отдали. Эта экскурсия называется, морская экскурсия, не скажу точно как называется. Кассандра на одного вида вас везут в Мармару, город красивый, на лодочке пиратской, везут на пляж там рядом с Мармарой, и потом возврат и купание возле острова Черепах. Кормление есть, ланч. Потом, что еще порекомендовать? Если есть возможность, то берите на прокат машину, мы брали машину восьмиместную, потому что у нас многое, обошлась она на 65 евро в сутки. Можно съездить, объездить в Ситанию, это соседний полуостров, там очень красивые пляжи такие. И здесь тоже есть хорошие пляжи, если на машине или на такси проехать. Вот именно видовые. Вот сейчас уже и море будет. Но экскурсии на корабли берите обязательно, не пожалеете. Там не укачивает, нормально, кормят вкусно, дают венцо. Деткам сок. Дети вообще в восторге от такой экскурсии. Все пляжи в Греции муниципальные, бесплатные. Вы платите только за лежаки, по желанию, если хотите. Можете стелить полотенце, никто вам ничего не скажет. Я даже немножечко кругом пошла, могли сразу от заднего выхода из отеля пойти по этой дорожке. Я была чуть-чуть ближе, но не страшно. Сходить до моря вообще не проблема. Даже с детьми, с кругами. Сегодня как-то пасмурно, так и море не будет таким голубым. Вчера было солнце. Подсвечивало так море, что было гендеризово. Не бойтесь в Греции брать вторую и третью линию. На первой линии тут стоят очень дорогие отели. А Греция такая красивая страна, ее надо ехать и смотреть обязательно. Если отель бюджетный, он естественно не будет стоять на берегу. Если вот так вот, как от Бома пройтись... Тут если идти вот так вот, не снимать и не говорить, то это реально 5-7 минут до пляжа. И отельчик в принципе неплохой. Единственное, что, конечно, старые номера. Но если они сделают новыми номера, он уже и стоит столько-нибудь. Потому что питание хорошее, все съедобное. Мяса много. Расположение супер. Есть бассейн. А во многих здесь маленьких отелях даже бассейна нет. Он за свои деньги вполне хороший отель. Вот и пляж. Вот это вот плюда на реке. Такой вот вид у горки, к сожалению. Одну, второй пляж. Там следующий идет грек-отель на пляже. И в другие. Тут много километровые пляжи. Ход плавный, песочный. Можно пойти в любую другую сторону, выйти на менее людный пляж. Ну, смотря, конечно, от сезона. Скоро, когда придет сезон, все пляжи будут забиты. В общем, я рекомендую для бюджетного непривередливых людей отель Кома Олимпийск Космо. Отдыхайте, прилетайте. Берите машину напрокат, катайтесь, посещайте экскурсии. Не сидите только в одном отеле. Всем пока!